К сожалению, приходится встречаться с такой проблемой, которая называется системный семейный кандидоз, который проявляется в виде повреждений кожи. Вот мы с вами посмотрим повреждения кожи. Вот такое повреждение кожи, которое началось в 9 лет у нашей пациентки, и в 9 лет начинает обычно развиваться кандида. Всегда спрашивайте, в какое время у пациента появились первые проявления. Первые проявления появились на руках. Это у нас застойное явление в верхней части в ключицах, значит это гастрит грибковый. Посмотрим, как это оценивает нас учебник. Поэтому мои студенты, посмотрите пожалуйста, атлас грибковых заболеваний, такое состояние описано у нас в виде, смотрим, общее название мы должны с вами писать, системный кандидоз, который у нас проявляется в виде кожных поражений, а кожные поражения идут у нас в виде диффузных, ожогоподобных поражений. То есть если мы с вами при обследовании у доктора по кожным заболеваниям не находим волчавочный антиген, а проявление заболевания началось в 9 лет, значит мы с вами говорим о грибковом поражении слизистых первоначально, а затем уже и кожных покровов, связанных с отсутствием барьера при попадании грибов с поражения слизистых на желудке и кишечниках в кровь. Поэтому сейчас на ногах тоже есть такая проблема, и на ногах есть проблема, это носочки или гольфы, то есть поражение на руках идет, я называю это свадебная перчатка, которая у нас идет вот так, а на ногах мы до коленочки дошли с поражением? Да, до коленочки бедра спокойные? Нет, уже и бедра неспокойные, пахлые лимфатические узлы, значит мы говорим, что сейчас идет активация системного кандидоза. Если мы справляемся с дискинезией желчеводящих путей, если мы убираем защелачивание, мы получаем ответ уменьшения концентрации кандиды и прекращаем размножение кандиды и распространение ее по организму. Итак, делаем резюме. Для того, чтобы не иметь кандидомикоза, нельзя иметь заложенный нос, раздышенный нос, нельзя иметь почечного ацидоза, необходим наклон для того, чтобы постоянно делать приток в почке. Для того, чтобы не иметь кандидомикоза, нельзя иметь дискинезии в желчеводящих путей, перекрученного желчного пузыря и застой желчи. Нельзя иметь для того, чтобы все-таки разрулить кандидомикоз тканевого закисления, это нужно защелачиваться наружно через капилляры. Кандидомикоза пронизывает и спаивает органы кишечник с маткой. Есть кому спаивать. Работая с пациентами при различных заболеваниях, уже разложился алгоритм ежедневных обязательных мероприятий, которые необходимо сопровождать любое лечение. Будь то лечение, которое вам назначил доктор, будь то лечение, которое назначила я вам. То есть то, что необходимо, чтобы помочь любому лекарственному препарату, фитотерапевтическому препарату и гомеопатии, достичь до нужного места, где идет проблема. Не работают у нас лекарственные препараты, например, при головной боли, эффективно, если мы не активируем процесс притока и оттока в мозг. Поэтому обязательным условием ежедневных обязательных мероприятий это коррекция состояния, достаточность и симметричность мозгового кровотока с помощью лимфатического самомассажа, о чем мы с вами поговорили. Устранение застойной зоны левая ключичная зона, застойной зоны правая ключичная зона, левая шейная зона, правая шейная зона, устранение застойных шейных лимфатических узлах, носогубных лимфатических узлах потихонечку, затем затылочных лимфатических узлах и лимфатических узлах головы. Это я везде рассказываю. К этому мы обязательно должны добавить, что при любом ощущении, что голова не такая, что она плохо соображает, либо она крутится, либо кружится, как это мне пациенты говорят, вертится, крутится что-то в голове, либо начинается, как у нашей дамы, головная боль, мигрень. На первых этапах мы должны сделать этот лимфатический самомассаж, чтобы убрать механическое сдавление лимфатическими узлами скорости мозгового кровотока. Второе обязательное мероприятие это диафрагмальное дыхание в течение дня, не поднимая плеч на произвольном дыхании, что позволяет нам с вами отработать устранение застоя в области брюшной аорты и вены, и наладить кровоток как в голове, так и в верхних конечностях, так и в нижних конечностях, и заодно убрать механический застой желчи вот в этом месте. Пока у нас вот этот кранчик не откроется, у нас будет застойный желчный пузырь, это желчекаменная болезнь, это перекрут в шейке, либо в теле желчного пузыря, потому что здесь желчь не может выйти, ибо идет воспаление в 12 перстной кишке, утек и механическое сдавление. Любое втягивание живота дает нам изменения в состоянии кровообращения в 12 перстной кишке, и желчь механически выталкивается. Есть лимфатический самомассаж, второе диафрагмальное дыхание, третье обязательное это устранение застоя лимфы с помощью подъема рук. Что позволяет нам? Во-первых, опустить все органы, желудок чтобы опустился, если желудок кардиальный отдел опускается, сердце освобождается и легкие освобождаются. Вот оно подкашливание, сжатые легкие снизу. Поэтому японцы и китайцы стоят так после еды, дабы переполненный едой желудок опустился вниз, лимфа перестала забирать отсюда все сюда, прекращая отток от лица проблемы, почему лица-то идут, да? Поэтому обязательно, как отчинаж, отрабатываем с вами после еды подъем рук. Держать 3-5 минут, ребята здесь все объясняют, да? Это в инстаграм у меня стоит, вот этот блок, 3-5 минут, но вы сколько сможете? Пока начинает с 1-2 минут, рукам становится тяжело, голова начинает болеть, все что угодно появляется, а потом уже дорабатывают до 5 минут пациенты у меня, и у нас уже и лимфа уходит, получается, и шея начинает вытягиваться, и желудок перестает давить на сердце и на легкие. Четвертое обязательное мероприятие – это растирание тела во время купания по лимфатическим линиям и протокам, что позволяет нам активировать тысячи лимфатических узлов по всему телу. И если лимфатический узел начинает активно кровоснабжаться, он рождает активные иммунные клетки, потому что мы сейчас в микроскоп установили иммунопатию, мелкие иммунные клетки. Для того, чтобы их активировать, надо кровоснабжать место их рождения. Будет больше питания, будут активнее иммунные клетки, поэтому растираем тело, вот искупались, тем же полотенцем, что у вас есть, растерли, всегда начинаем подключичную зону, шейную зону, растерли лицевую зону, растерли голову, и затем руки растираем, потихонечку все поднимаем вверх. Самое активное растирание должно быть подмышками. Это такая профилактика всех проблем мастопатии, вот она, аж хроническая мастопатия. Это растирание ключицы и растирание подмышечных лимфатических узлов. Как вы растираете? Вот так вот просто полотенчиком, раньше для этого варежку продавали, перчаточки продавали для того, чтобы убрать вот здесь застой. Если маленьким растирать, тельце у них будет повышенный иммунитет. Затем мы переходим, паховые лимфатические узлы растираем, и тогда уже ножки все стаскиваем снизу, лимфа течет вот так вот, не сначала стопочку, а сначала открыть крышку унитаза вот здесь, а затем все растереть сюда. Да, наоборот мы идем вот так вот, все поднимаем. А мы всегда, мы стоим наоборот, да, поэтому отрабатывая ножки, мы все вот это вот с вами, вот так вот подмышечки растираем сюда, да, с животика все растираем сюда, вот здесь вот в паховые лимфатические узлы, и все ведем куда? Сюда под ключицу. Здесь многократно можем повторять. То есть кайф нужно получить после купания от того, что тело стало розовеньким, покалывать от того, что вы закровоснабжали чисто подкожно-жировую клетчатку. Это обязательное мероприятие, которое должно быть. И уже исходя из того, что мы имеем сосудистые нарушения, мы с вами можем одномоментно закровоснабжать лимфатические узлы и восстановить капиллярный мозговой кровоток с помощью гимнастики Микулина она называется. Это удивительный ученый, который смог рассчитать, что подъем на один сантиметр, вот я поднимаюсь на пяточку, да, и удар пяткой у пол всего на один сантиметр поднятым, дает нам изменение скорости капиллярного кровотока головного мозга и активирует одномоментно все тысячи лимфатических узлов по телу. Поэтому гимнастика Микулина, это идет как следующее обязательное мероприятие. И еще один момент, который мы должны отработать, все те проблемные зоны, которые мы с вами выявляем при лимфатическом растирании, болевые зоны при продавливании, при дыхании диафрагмальном, мы обязательно будем находить зоны боли. Втянули живот, и зона боли появилась, это зона закисления и застой. Кислота действует на рецепторы боли, рождает болевой импульс. Мы эти участки должны в ночь отработать щелочью, простукать, то есть ввести, это называется, вбить препараты виватона в зоны застоя и закисления. Где они у нас есть? Обычно это, конечно, весь болезненный кишечник, говорят, он у меня нормальный, но когда начинают дышать диафрагмальным дыханием, находят все болевые зоны. Эти болевые зоны отрабатываются с помощью щелочи. Проблемные зоны на коже мы тоже должны отрабатывать щелочью, потому что 31 год, Нобелевская премия, это вывод, в щелочной среде не живет никакая патогенная микрофлора, которую мы сегодня увидели в микроскопе. То есть вот этот набор обязательных ежедневных мероприятий позволяет помочь любой терапии, будь то медикаментозная терапия, будь то терапия, которую вы ведете, фитотерапевтическая гомеопатия и так далее. Поэтому назначение в виде массажа, в виде прайм-теста, который позволит сделать лимфу более жидкой, и тогда у нас этот лимфатический узел на фоне прайм-теста начнет производить активные иммунные клетки. И мы выделим часть продуктов в прайм-тесте, которая разрушает лейкоциты, а это значит снижает уровень иммунитета, а это значит все, что освободилось в лейкоците, а это ферменты, которые переваривают должны бактерии, они начинают переваривать наш организм сам. У нас получается аутоиммунный процесс, аутоиммунные заболевания. Вот это сопровождение любого лечения. Субтитры создавал DimaTorzok